Андрея Карпулина, которого представлять не надо, я, знаете, себе позволил такую интересную литературную метафору, что-то есть. Я знаю, что итальяне, наверное, смотрели бультики, наверное, были слишком большие и старые, чтобы смотреть бультики, да? Есть такой бультик про белую черную фурию, у кого есть внуки или дети, те понимают, о чем я говорю. Знаете, что это белая черная фурия, нет? Шикарные, жизнеутверждающие бультики. Так у нас есть Элий Федорович, который говорит, черная фурия, черная шляпи, и это белая фурия. Так вот, я представляю слово «белая фурия», и вы когда придетесь домой и посмотрите, вы тогда поймете смысл моей шутки. Андрей, пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Извините, я действительно очень волнуюсь, потому что такая тема, которую написал в программе Ярослав, «Агаллюцинация и фузия как особенности современности». Набор букв, в принципе, труднопереводимые на русский язык. Тем более, что я считаю себя молодым, и с каждым годом я понимаю, что я вообще ничего не знаю. И когда Ярослав просит меня выступить, я считаю себя глупым и необразованным человеком. Поэтому перед такими мэтрами, как Леонид Федорович и Ярослав, я снимаю свою шляпу. О-о-о-о! Здравствуйте. 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 Адрейский – это признак ума и мудрости. Так что вот, я в белом, а вы люди в черном. Тема очень тяжелая, очень сложная. Я, как всегда, попробую за ручку провести вас через эту тему, опираясь на международный опыт, на международное законодательство и на международные обязательства нашей страны. Прежде всего, рад приветствовать вас в Латгалии, а то тут какая-то лишнария, лишнария. Лишнурия. 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 Латгалия – это независимое государство, княжество, здравствуйте, Аня, которое прекратилось свое существование буквально перед началом XX века. Браслов, в том числе, входил в это государство. Здесь осталось буквально несколько населенных пунктов, где проживали латгальцы по национальности, которые говорят на своем латгальском языке. У них своя кухня. Нет, это не латыши. Которые латыши не понимают латыши. Не понимают, да. То есть это совершенно особенное. Здесь все не как везде. Абсолютно все особенное. Это в Беларуси? Да. Здесь. Это часть Беларуси и часть Латвии. И часть Латвии. В Латвии эта область так и называется Латгалья. Латгалья. И славится латгальским салатом. И рыбой по-латгальски. Вот. Почему все иначе здесь, чем во всем мире? Здесь круговое движение. Когда ты едешь по кругу, ты не клавый. То есть вот даже вот такие вот перекосы. Только здесь магазин могут, продуктовый магазин в центре города могут назвать «Мираж». Только здесь в костеле проходят рок-концерты. Ну, да. Почему? Вот. Ну, рок, рок, рок. Да. Рок, джаз. Поэтому здесь совершенно, именно здесь фестиваль Льва Браслова, который в этом году собрал около 40 тысяч человек. Больше, чем европейский, что ли? Да. Да. Вот. Поэтому в школе еще расти и расти до 40 тысяч. Да. Да. Даем. Даем. Поднимите, пожалуйста, руку. Смело. Отчаянно. Кто хочет жить в самом грязном, загрязненном населенном пункте Чернобыльской зоны? Подождите. Нету. Кто хочет ходить к стоматологу, который недоученный, приворукий, но у которого есть диплом о высшем образовании? Кто хочет ехать на такси с абсолютно пьяным водителем? Вот мы все одинаково понимаем сущность проблем. Возвращаясь ко вчерашнему дню и ответственности компаний, и росту нагрузки на компании, когда обсуждали, что именно фирмы теперь должны заниматься не прибылью, а заниматься человеческим фактом, социальным развитием, экологическим и всем остальным, то именно с этого нужно начать. Мы не хотим есть загрязненное яблоко, не хотим жить в загрязненной территории, а бизнес хочет только зарабатывать прибыль. Нужно находить компромисс в этом. Компромисс заключается в том, что общество заинтересовано в своем развитии, бизнес заинтересован в прибыли, а истина, как всегда, находится где-то посередине. Поэтому общая мировая тенденция заключается в контроле общества над бизнесом. Поэтому складываются международные правила игры. Контроль этот важен и для самого бизнеса. Когда он хочет развиваться, приобретать другие бизнесы, строить свои бизнес-проекты, развивать торговые сети, вкладывать, инвестировать, банки кредитуют, они все хотят проверять своего клиента или партнера досконально и знать, что это гарантированные инвестиции, что там нет подвоха, что там нет второго дна. Так как весь мир пережил финансовый кризис 2008 года, который сложился именно из-за ошибок финансовой отчетности и пирамид, все поняли, что то, что касается простой финансовой отчетности, так называемых балансов, манипулировать цифрами все научились, аудиторы научились подписывать, визировать эти отчеты. Вторая часть подвоха кроется в других факторах, которые всплывают и которые резко могут повлиять на финансовый результат нашего условного примера предприятия. Вот, ну условно, да, то есть предприятие что-то скрыло, за это ему грозит штраф. Мы одолжили этому предприятию деньги, будь то акционеры, как физлица купили их акции, или как банк одолжили, или как государство прокредитовали их инвестпроекты, или еще что-то, да. То есть мы вложились в это предприятие, а оно скрыло какой-то факт, и через два года этот факт всплывает, огромные штрафные санкции, мы не обратно ни деньги получаем, ни прибыль, ни дивиденды, ничего. Поэтому развивается тема нефинансовой отчетности. Когда-то в советские годы, да, проще говоря, да, то есть это было приложение ко всем отчетам, пояснительная записка. Но ее делали только бухгалтера и показывали только цифры. Мировая практика, да, вы все слышали про глобальный договор, так, это одна из частей. Вот, международные стандарты финансовой отчетности два года назад, да, внедрили, приняли еще один стандарт по нефинансовой отчетности, и вот именно там, я называю это кирпичики, вот, прописаны фактически, да, вот все вот эти пункты. Я очень витиевато за ручку вас веду. Мы рассматриваем просто абстрактное предприятие, которое помогает развивать личности, которое не нарушает экологию, которое, и дальше, да, то есть равенство в заработных платах, равенство с инвалидами, безмарьерная среда, и это все описывается вне финансовой отчетности, которая в обязательном порядке проверяется аудиторами. И мировая практика заключается в том, что сам по себе баланс и вот эта нефинансовая часть являются единым целым одного большого отчета, годового, обязательного, вот, для предприятий. У нас это называется публичные компании, акции которых котируются, вот, у нас это с этого года в обязательном порядке расширено еще для широкого списка предприятий. Вот, и вот эта прозрачность каждого предприятия перед обществом, да, позволит дальше развиваться и бизнесу, и предприятию, и обществу. Поэтому здесь нет абсолютно ничего удивительного или вот такой позиции, да, что оно навязано, да, обществу. Да, да, я просто хочу открыть именно... А, вот так вот, хорошо, прям 21-й ефт. Дедрук, вот, кто-то хотел. Вот, хочу обратить внимание, да, что мы не можем замкнуться и жить только внутри своей системы, выдумывать только свое национальное законодательство. Ярослав скажет, ой, эпоха глобализации заканчивается, но она, как бы, для Белоруссии не начиналась. Вот, поэтому в каком-то, в какой-то части мы все равно втягиваемся, да, в мировую экономику. Мы упоминали уже, да, с одной стороны у нас большая Россия, которая применяет это законодательство, все эти нормы уже давно. И в Женеве мы с российскими предприятиями выступали, да, в ООН как раз по вот этой отчетности, по структуре этой отчетности. Вот, Европейский Союз в дополнение ко всем, да, сверх нормам принял отдельно свою директиву по нефинансовой отчетности. И условно, да, переводя на простой язык, только микропредприятия не должны делать вот эту часть отчетности. В Белоруссии те предприятия, которыми новые, молодые предприятия, которыми мы гордимся, которые мы приводим в пример. Игрушечная фабрика Полесье, Алютех, страховые компании, которые на слуху, да, которые хорошие, бренды хорошие, и молочный Савушкин продукта, Санта-Брэма. Вот, они все это делают не только... Сначала делали все это из-под палки. Понятно. Палкой у них были Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, которые кредитуют их. Вот. Это хороший стимул, хорошая плюшка. Хочешь получить дешевые длинные деньги, раскройся. Покажи, что ты чистый, покажи, что ты честный. И мы тебя еще проверим, убедимся, что ты не подписался, да, под тем, что ты не делаешь сбросов в Брасовские озера, а на самом деле, да, ты тихо-тихо, да, все это туда выливаешь. Вот. Как-то я быстро, за пять минут, объяснил вам сложнейшую тему. Вот. Обоснований и нормативных документов достаточно много. Сейчас в Беларуси вступит новый, ну, в следующем году, грубо, да, вступит в силу новый закон о бухгалтерском учете. Там подход к финансовой отчетности тоже будет более детально прописан. Поэтому гражданское общество, поэтому местные общины, да, будут больше осведомлены, что же происходит с бизнесом, который располагается на их территории, или который имеет городообразующее значение, фактор большого влияния. Вот. И это неизбежный процесс. Вот. Вот просто неизбежный. Мы можем говорить с позиции больших мировых институтов, что они навязывают, что то, что все. Но на самом деле мы как люди, каждый из нас, индивидуум, вы ответили на вопрос, вы не хотите загрязненное яблоко, вы не хотите жить в чернобыльской зоне, или ходить в частную клинику, где безрукие доктора. Вот. Это все наше с вами, вот это вот внутреннее, наше человеческое, индивидуальное, которое перерастает сначала до соседнего предприятия, до нашего района, и потом цели социально-экономического развития, программы социально-экономического развития страны в целом и наши обязательства по ЦУРу, которые страна берет, и ежегодные наши отчеты, которые мы делали, страна не может подписать в целом отчет, что она не делает выбросов в атмосферу, да, что она после запуска атомной электростанции по дорогам будет разливать. Вот это все, что там останется. Мы не сможем, как страна, подписать эти годовые отчеты, знаючи, что конкретное предприятие, конкретная отрасль наносят огромный урон. Понятно ли вам? Или я слишком быстро говорю? То есть вот этот вот путь, да, Ярослав всегда выбрасывает меня на уровень макроэкономики, а вот там Вашингтон, а вот там Мэй, а там Лондон, а я всегда опускаю на землю до конкретного молокозавода на конкретном примере. Вот. Здесь же элемент, бережливое производство, о котором вы слышали, это он тоже все в себя включает. И вот этот, не надо, все. Вот. И вот этот вот набор международных правил, он есть, он четко прописан. И вот этот вот весь путь общества должно пройти от менеджмента молокозавода, местных НГОшек, местных общин, местных советов, выйти на область, выйти на уровень страны. И из этого комплекса складывается в целом наше с Вами счастливое будущее. Наш индекс счастья, индекс уверенности в завтрашнем дне, почему наши дети будут жить лучше, и так далее. Потому что мы это уже делаем. Но по чуть-чуть. Вот. Поэтому задача в ближайшие, в ближайшие несколько лет поставить этот процесс уже на поток. и пояснительная записка к балансам предприятий будет содержать обязательные вот эти разделы. Что у нас равенство в заработных платах между мужчинами и женщинами, что мы не отказываем в приеме на работу инвалидам. И полностью весь спектр наших вот этих. Что у нас есть? Обязательный механизм. Обязательный механизм на предприятии. Извините. Дестратор. Вот. Дестракшн. Вот. Что у нас есть... Вот. Я показываю демократия, да? Что у нас есть обязательный механизм работы с обращением наших работников. Что они могут пожаловаться на какие-то условия туда, на какие-то проблемы и мы их решим. Это все глобальное, которое, вы говорите, такое большое, красивое, это все должно быть. Оно должно начинаться с предприятия. Вот. С зрения властей. Да. Вот. Работник. С предприятия властей? Вот здесь. Вот. Да. Да. Открываем сайт международной финансовой корпорации. Директ, отправление, ревизионная комиссия. Сейчас, Данид. Открываем сайт международной финансовой корпорации. Вот. Где написан общий подход к требованиям отчетности, которые предоставляют им при получении финансирования. Перед и в процессе. То есть, при этом, что важно, мы не только обманули и выключили эти инвестиции, этот кредит. Да. За нами следят каждые 6 месяцев. Мы 6 месяцев вот этот вот полный пакет делаем. И если этот полный пакет, в который мы подписали, что у нас все окей, будет расходиться с информацией, которая вдруг где-то прошла в прессе или где-то еще, да, что у нас сплошные нарушения, да, то здесь возникает конфликт интересов, вот, наша отчетность признается недостоверной, нам наступают штрафные санкции, требования досрочного возбратья, изъятия и так далее, да, то есть Лукашенко грозит всегда уголовно, вплоть до уголовной ответственности, да, вот, а в большом мире не тюрьмой грозят, да, а деньгами. Вот, вот просто из интересных фактов, да, в требованиях международной финансовой корпорации прописано, что работник, если не хочет обращаться непосредственно в администрацию, генеральному директору, то должен быть отдельно обученный человек по работе с жалобами, вот, и этот человек должен гарантировать, что работница, работник могут прийти обратиться к нему анонимно, и он эту проблему решит, то есть, вплоть до, вот, такой вот интересный, да, бантик, потому что, когда работник жалуется генеральному директору, да, то, ну, что происходит в жизни? Ну, этот работник исчезает этого предприятия, как правило, поэтому это все, как это, не надо запитать велосипед, все уже придумано, нужно взять правильные модели, уже опробированные, уже используемые не один десяток лет, да, и сложить из них удобную, да, для нашего менталитета елочку, вот, вот, как-то, как-то я быстро был, в финале нужно обратно надеть шляпу, нет, это же еще не все, закончил ли я, нет, что ты, что ты, я, я, на этом вот погибну, вот, что я буду очень долго объяснять, цитировать вам европейскую директиву обязательно, мы хотим разместить наши облигации в Европе, выполняем директиву, раскрываемся, а когда раскрываемся, то начинаем понимать, у нас тут недочет, тут недочет, да, там у нас ошибочка, там мы с персоналом не работаем, там мы не вкладываем за этот год ни копейки в развитие персонала, в повышение квалификации, да, то есть, понимаете, не только объем инвестиций в станок, да, теперь раскрывается, но и объем инвестиций в персонал, в людей. Можно вопрос на понимание? Можно, реально на понимание? вот весь этот отвратительный ужас, о котором ты рассказываешь, кто нам будет насаждать и каким образом откуда это? Что это такое? Кто это будет делать? Кто с нами это будет делать? Я не понял. Вот, вот, мой ножок. Ванечка, все, кто живут в этой стране, подчиняются национальному законодательству. У нас вступил в силу закон об аудите, где прописан переход в Беларуси на международные стандарты аудита, он завершится к концу этого года, вот, международные стандарты аудита там очень длинный номер этого стандарта, где аудиторы в обязательном порядке должны проверять полноту вот этого нефинансового обучения. В смысле, будет увеличен в 3 раза? значит, давай так, первая группа, первая группа, да, те, кто в обязательном порядке должны проходить аудит, автоматом попадают в подэкс. Те, кто хотят получить деньги, Всемирный банк, и по списку, да, в обязательном порядке сдают эти финансы отчеты. Те, кто хотят быть поставщиком для ООН, Всемирного банка, американского посольства, в обязательном порядке проходят, сдают этот отчет подтверждение. Хотим разместить, заимствовать у Deutsche Bank или разместить на Deutsche Börse, там, наши облигации, акции, еще что-то, в обязательном порядке туда. Вот. И дальше, да, то есть, у нас даже госсектор, да, попадает тоже под это, как только он начнет применять международный стандарт для госсектора. То есть, это тоже, это тоже вопрос, понимаешь, уже решенные, да, но, как это, поезд поставили на рельсы и толкнули, но он еще пока не разогнал. Ну, GPS, да, Грин? Так вот, нету полной системы GPS, получается, да, то есть, закон об учете это один из. А закон об учете следует? Так получилось, что разорвали. Да. Пакет разорвали. Вот это же не толкнули, его просто поставили, а толкали. Вот, на международной финансовой отчетности мы же уже перешли. Да, перешли, перешли, давно до закона. Вот, да, ну, нет, старые редакции закона, ну, как старые, шесть лет редакции закона, да, то есть, ну, ничего страшного. Вот, поэтому, вот этот вот спектр, и на него нужно обратить более пристальное внимание. Для БГУ я сейчас делал учебник для факультета международных отношений, совместно с их правовой кафедрой, вот, я делал учебник, и одна из глав разделов. Кому надо, вот, Ярослав сбросит. Это вот пошло для учебника, который выйдет вот к сентябрю. Да, вот этот вот текст вородовский, я просто взял исходник. Вот, то есть студентов мы уже, вот ваш вопрос, да, то есть, мы в обязательном порядке всех студентов БГУ, кто, ну, не биологического факультета, не химфака, да, уже, ну, конечно, не через кафедру экономики, а через, через кафедру права. А что Ковалев потом, по-моему, говорил? нет, Ковалев почетный, вот. подождите, а он же эксперт у нас. Ковалев эксперт в макроэкономике, вот, для банков, да, вот этот вот спектр нефинансовой отчетности действует уже давным-давно. Вот, и подменить тоже не получится, да, то есть, типа, а я участник глобального договора, вот мой отчет глобального договора, вот, типа, я вот этот отчет уже не буду делать. Нет, так не получится. То есть, хорошо, распечатывай, но уже тогда папочку эту не подписывай, что это отчет по глобальному договору, папочку подписывай, что это, да, не финансовая отчетность, к годовой финансовой отчетности. Хорошо, а кто это еще раз, кто нас заставил это сделать? Жизнь. Международной финансовой отчетности. Хочешь лучше, хочешь лучше и живешь. представьте ваши манипуляции, это еще один запретительный барьер сумасшедшего для среднего бизнеса к пути к европейским деньгам. Это еще в два раза увеличивается отчетность, это стоимость аудита будет... Мы не можем, не сделав этот отчет, кто нас заставил это сделать? Что значит, мы не можем? Директива ЕС. Вот он греет. Нет, у нас есть директива ЕС, да, у нас есть обязательные требования ИБРДИ, международной финансовой корпорации, Всемирного банка, где все это было прописано. Мало ли они у нас там написали обращение разных, можно людей не пытаться, там не расстреливаться, вообще, это мы ничего не... Ты у ЕБРР и вы кредитовался? Я пытался, там сумасшедшие, запретительные... Загадите! Практически запретительные для маленького бизнеса, там приводят именно до что к аудиту, и вот к этим всем людям, и они еще увеличиваются на порядке. Нет, так... Они есть, они уже есть, ты просто не дочитал до той страницы. Вот. Это было раньше. И если на уровне законодательного банка, и все будут обязательны для... А теперь будут для всех, для следующего года. Ваня, то есть, если хочешь быстро и немножко, и на короткий срок, да, то в белорусском банке и под там 7, грубо 7 процентов. А если хочешь на 20 лет и под 2,5 процента, оно того стоит. Нет никаких 2,5 процента. Оно того стоит. И на кого нет 2,5 процента? Честно. Немецкое финансирование. Для резидентов в Германии, правда. Вот. Да, вот у нас и... Вот. Наши шаги. Ты правильно меня сейчас сбил с толку, потому что я себе в шпаргалку так и написал, да? Что каждая компания должна для себя провести так называемый свод-анализ, да, плюсы-минусы, хотим ли мы у себя внутри нашей фирмы, да, вот. Вот это вот все соблюдать, или мы закрываем глаза, возвращаемся в лихие 90-е, когда все с баулами, всем было весело, когда нарушалось все, что только можно, но было весело, нам было хорошо, мы машины покупали, мы ни о чем не думали, и были уверены в завтрашнем дне, да, в дне, вот дно и пришло. Вот. Поэтому каждый сам для себя решает долгосрочно живем, развиваемся и оставляем детям все хорошее. Ты же понимаешь, вот так вот мы и до выборов сойдем. Я не поведусь, расскажи вам, я не поведусь. Друзья, дайте, может, надо есть, сначала закончить, или как? Нет, давайте. А мы с вот, для публичных организаций, там тоже будут требования вот эти, вентиляции? Да, да. То есть, исполкомы будут писать, как они там, за равенство, и братство, и права, и права, и права, и права. Исполкомы сейчас в рамках ЦУРа уже это все делают, сдают, и потом это пирамидка, да, по ЦУРу и по отчету ЦУРа. ЦУР – цель устойчивого развития, да, то есть, Беларусь подписалась под этим всем и сказала, мы хотим стать самыми лучшими. Вот, поэтому то, что касается Исполкомы, это будет да у Исполкома. Вот, а допустим, то, что я говорю про государственный сектор, да, то есть, это Витебский технологический университет. Да, то есть, он тоже будет переходить, нужна цена финансовой отчетности, и один из аспектов – это не финансовая отчетность, которую они должны будут заполнить. И если они у себя профсоюз РЭП изгнали, они не смогут написать, что у них все хорошо с профсоюзами, с защитой прав студентов, уборщиц и инвалидов. Но именно так они и напишут это. И вот эта отчетность будет признана несоответствующей действительности. Благодаря НГО, профсоюзу и всем остальным. И тогда грантодатель, американское посольство или еще кто-то, распределяя ресурсы, скажет, не, ребята, то есть, у них, они не соответствуют нашим требованиям. Люди были спрашиваются у НГО, профсоюзов или дали, что они думают, правительственные университеты? Вопрос в том, что банк, когда выделяет кредит, грантодатель, когда выделяет финансирование, научный фонд, когда выделяет финансирование на какой-то проект, университету, институту академии, еще кому-то, они изучают своего клиента, потому что они тоже несут ответственность перед следующими, да, им... Банк, звание. Вот, то есть, это так называемый, да, риск-менеджмент, как элемент оценки риска успешного завершения проекта. Оно при банковском кредитовании или при научном финансировании абсолютно одинаково, все приходит к этой точке. Ну, пока что, вот в таком научном финансировании там только аудит обычный. То есть, такого нету. Пока нету. Так вот, у нас вот, Анечка помогла, да, проголосовала за закон об аудите, вот мы его и получим. Вот. Да. Поступила задание... Нет, подожди, поступила задание проголосовать. Я проголосовала. Да. Правки внесла. Да. Умница. Ну... Садись пять. Не ругайся. Так. Теперь про дезрупцию. Господи. Не ругайся. Я просто уверен, что не все прочитали задачки, которые мне написал Ярослав. и пока я не имею в виду даже первый лет не снил пока задачу. Ты начал освоим в адресе. Нет, 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 нет. Я все правильно начал, потому что я через призму вот этого, да, рассказываю про текущее и будущее. Теперь идем четко по твоим пунктам. Хорошо? Давай. Вот. Закон о нормативно-правых актах. Опять спасибо, Анечка. Ты вовремя приехала. Вот. Который вступил в все. Который вступил в все. Вот. Который долго-долго пилили, долго-долго обсуждали. Вот. Мы даже прошлым летом летали в Грузию и обсуждали с грузинскими экспертами и с международным сообществом наш белорусский проект закона нормативно-правых актов. Так что вообще это было феерично, это было целая неделя до мозгового штурма, после чего проект все-таки отдали Анечке. Вот. Так вот, многоступенчатость. Для того, чтобы наши дети жили счастливо, многоступенчатость в этом законе уже заложена. Предварительный мониторинг, общественное обсуждение, постмониторинг, механизм внесения изменений, регулярность внесения изменений, то есть раз в два года обязательно мониторинг каждого нормативного акта, который вот у нас в стране принят, оценка регуляторного воздействия. И вот это вот все, да, все красиво, взяли лучший мировой опыт, да, все нам помогали сделать его красивым, чудесным. Ну, это же зараза, работать не будет. Это вот та семечка, брошенная на наше вспаханное, приготовленное поле, вот. Я употребляю термин «нас залюбят до смерти». Владимир Николаевич, да, меня прекрасно понимает, когда в день, да, приходит примерно по 30 тяжелейших проектов. А ревизию нужно сделать. Нормативные базы, накопившиеся, да, еще с советских времен, да, это приблизительно 240 тысяч нормативных актов. Какое гражданское общество, какой союз предпринимателей, конфедерация, какой БГУ, юридический факультет, да, или должен, огромный научно-исследовательский институт, может справиться с систематизацией и расчищением этих Абгиевых конюшен. Никакое. Вот. Поэтому, сначала, суть проекта, потом нужно отследить, чтобы твои замечания и предложения прошли и их заметили, потом нужно позвонить Анечке, чтобы она проконтролировала на своем уровне, вот, потом, через год, нужно вспомнить, что ты там думал о том законопроекте, как он увязывается с другими законами, действующими постановлениями и прочим, вот, и увидеть косячок, и написать, и обоснование написать, да, почему этот косячок надо исправить. Вот. Поэтому год был очень тяжелый, а вот что будет дальше, мне больше кажется, что это какой-то будет хаос. Вот. И... Все-таки нагромождение, действующее, нормативное. Теперь, любимый, любимый вопрос Ярослава Числавовича, а что у нас происходит, да, с нашими органами и органчиками власти? Так вот, ситуация за последние полтора года, моя личная, да, оценка, изменилась. Если раньше, да, мы говорили, Насбанк, молодцы, они выравнивают ситуацию, мы переживали, что один в поле не воин, что им в помощь должно все-таки работать Министерство экономики, Минфин, вот, а все было с точки, что сюда наоборот, да, что те вставляли палки в колеса действия Национального банка, то сейчас ситуация полностью поменялась. Вот. Я говорю, Минфин реально сделал качественный рывок вперед и стал работать лучше национального банка, а Насбанк, наоборот, опустился и делает грубейшие ошибки, которые мешают развитию системы. Грубейшие ошибки. Можно пора признать. Да, можно получить тоже. Хорошо. Давайте, к примеру, укрепление белорусского рубля с 1 января этого года больше, чем на 6%. Для экспорта ориентированной экономики. Я считаю, что это преступление. У нас нету такой... У экспорта ориентированных предприятий нету такого запаса рентабельности, чтобы в рублевом эквиваленте опускаться 1 на минус 6. Валютные резервы. Нет, это не валютные резервы, это запутались в корзинке. Ну, конечно. Вот. И подобных, и подобных, то есть я назвал такую грубую, на мой взгляд. А что такое тогда действие Минфина, которое так красиво рентабельно? Ну, он же человек, что он дал хорошего? У нас банк, возможно, ошибается. Возможно. Но это действие, то есть, о первом не минфином, о создании в сюжете резервы. Минфин перестал в этом году быть однозначно денежным мешком, раздавая деньги налево и направо. Они впервые четко в слух говорят нет. При этом, они впервые в жизни четко говорят нет, мы из бюджета финансировать больше не будем. еще и из положительного, о той финансовой, страшнейшей финансовой пирамиде, которую построила ну, в предыдущий период. Предыдущее руководство Минфина, это исключительно, да, два руководства Минфина, вот, это исключительно вот их форты, разгоняя, разогревая экономику, они позволяли выпускать облсполкомам и горосполкомам облигации, которые скупали в обязательном порядке госбанки, облсполком получал деньги, миллиарды, вот, и раздавал их своим, там, муниципальным, областным предприятиям, которые находятся на их территории. То есть, неэффективное финансирование. Вот, а выпуск облигаций под гарантией сполкома, облсполкома, вы просто, ну, как это сказать, это не афишировали. Это просто никто не знает. Вы просто там, ну, почему Ярослав знает? Там триллионы. Ярослав знает, но сроки в целом, я сейчас скажу. Что облигации выпускают? У меня другая точка зрения. Нет, просто без оценки эффективности местные власти разогревали, разогревали, да, вот, и все это привело фактически к состоянию внутреннего дефолта, так, когда предприятие не может вернуть и не привыкло возвращать местным властям да, одолженные деньги, то вот местные власти не могут погасить облигации, да, вернуть долги, да, и вот эта вот вся цепочка, вот, так вот, Минфин запретил. А Минфин-то, может, что угодно запретил. Кто-то за базар опять из-за розданные гарантии. Вы не спросили? Слух об этом не будет. Приводится? как я говорю, что это вот, это называется, совсем было плохо, чуть попались и Минфин уже хорош. А нацбанк, возможно, спорить, позитивное это решение было или не позитивное решение? На ум, я не говорю, что у нас взяли Минфин, я сказал, что он, что Минфин по сравнению с тем, что я им ставил оценку в 2, да? Они стали на 3. Они стали 3 с плюсом. А 3 с плюсом. А нацбанк, которому я ставил, 4-5 на тот момент, единственная оценка, вернулся просто на тройку. Ну, опустился. То есть, это мое, это мое субъективное... Да, я не субъективное, очень сильный специалист. Вот человек задал вопрос. То, что вы вводите, ну, вводится система, да, я называю так, идентификация человека или компания. Она должна быть, как бы, транспарентна, видна и так далее, с точки зрения европейского бизнеса, да? Помните эту фразу, simple? Если это так обязательно, почему-то дорого стоит. Какая средняя компания сегодня, и правда у нас разные понятия, средняя компания в Германии и у нас, какая средняя компания позволит себе вот это удовольствие заимствоваться у, как это сказать, на Западе, у Западных банков. Я недавно разговаривал с банками конструкции развития европейских. Кредитная ставка, кредитная ставка, что у нашего банка, что у них одинаково. Единственное преимущество, ну, вы понимаете, мы можем вам дать деньги на 5 лет. Ну, наверное, это лучшее, чем у банков нашего на год, на два. Я хочу просто спросить, зачем еще тоже этот базар будет делаться? Почему вы сейчас не делаете по правилам? Если это человеку надо, он это построится. Но вы сейчас построили этих дебильных директоров, да, крупных предприятий, в обязательном порядке с 1 варя прошлого года, ввести отчетность по МСФО. Сейчас, ввели с этого года, отчетность, вот эта дополнительная отчетность. К чему она приводит? Она что-то изменила на сайт предприятия. Она изменила это. Они сидят буквально, вот эти штудируют строчечки, да, я же присутствую при этом. И пытаются тупо запомнить то, что вы хотите. При этом сама ситуация на предприятии никоим образом не меняется. Ребенок не может поступить 1 сентября в первый класс школы, а 30 сентября закончить 11 класс. Нужно время, нужно подрасти, ему нужно набраться сил. Ваш деде есть, по-моему, да? Поэтому... Ваш деде есть, по-моему? Да. Как вы думаете, 1 сентября можно пойти ребенок в школу, если у мамы 400 рублей заработная плата, а скомплектовать школьника нужно почти на такую же сумму. Я об этом говорю. Все должно быть... сразу верно. Поэтому... 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 Это можно не дешевое оборудование то, что... А как... Я думала, что его Каркунина везет. Друзья, я не знаю, я не знаю, я буду закончить, а потом... Вот. Значит, поэтому... Ну, я же начал с... Публичное... Публичное поркин Каркунина. Я думаю, что я надо защищать. Андрея сделали ответственную. Вы что, ребят? Конечно, он рассказывает, как Евросоюз принял директиву, какое принято законодательство. Вот. Давайте так. Так, дорогие коллеги. Друзья, Андрей, Андрей, дизитат, потом будем использовать. Хорошо? Это как раз... Ну, он правильно и очень красиво, да, подвел вот к задачке, да, GPS у белорусских властей. Да, я писал пример и дал оценку. Вот. Хочу поправить сегодня или вчера говорили про Министерство экономики, молодой министр, молодое то, молодое сё. Так вот, вы знаете, да, мне мозг выносит круглосуточно. Первый звонок, как правило, в 7 утра из Минэкономики. Давай вот это, давай то, да, подъедь в середине дня, давай стратегически по шагам распланируем на 6 месяцев вперёд вот это, вот это, а подайте нам ещё, чтобы вот вы хотели, чтобы мы вот в этом конкретном аспекте улучшили. Вот, то есть есть у них стратегическое желание, нет большого стратегического видения, но слава Богу, они в этом закрытом признаются и честно говорят, но только помочь мы им не можем. Залюбили до полусмерти. Некогда. Андрей, я не поливаю. Вот. Стоп, 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 стоп. Всё, поднимай. Вот. Дайте закончить, и потом он будет рассказать. Хорошо? Тебя может? Вот. У нас Галина Николаевна. Галина Ивановна. Галина Ивановна. Друзья, давайте вот дай минуты, и всё, и тогда уже мудрее он будет. Галина Ивановна. Галина Ивановна. Галина Ивановна. Шшш. Вот. Поэтому возвращаясь, аргументы за и против, верхи понимают, что по-старому нельзя. Верхи понимают, что по-старому нельзя. И здесь я хотел бы привернуть нас на обычный наш бытовой уровень. Мы все живём в квартирах, да, вот живём и живём, хорошо и хорошо, да, наступает момент, когда вы хотите изменения в своей жизни. Что мы делаем? Идём, покупаем новую, но чаще всего мы делаем ремонт. Может быть, простой косметический ремонт, если у нас не хватает денег, не хватает фантазии, то мы покупаем обои, меняем окно, чтобы теплее было, да. То же самое делают наши власти. Когда не хватает денег, не хватает фантазии, да, и не хватает волшебного пендера. Они переклеивают обои, да, меняют окна, меняют то, меняют всё. Вот, потому что у нас были деньги на новую квартиру, но мы их одолжили соседу-пьянице, то есть нашей неэффективной экономике, которая спустила их. Поэтому теперь мы переклеиваем гомельские обои на минские обои. Вот. Я доходчиво объясню? Да, у тебя, Ярослав, ты потом, я понял, я уже жду, да, с придыханием. Вот. Кто подталкивает верхи к сохранению старого, адаптации нового, кому выгодна имитация прокрастинация? Наш менталитет всегда отличался советский, постсоветский, всегда отличался тем, что мы делали аккуратный шаг вперед, потом делали два шажочка назад, потом еще шаг вперед. Вроде бы мы находимся все время в движении, но мы боимся сделать несколько шагов вперед, так, чтобы быть уверенными и прорваться через вот эту линию. Потому что нас жизнь не била до такой степени, чтобы мы стали более решительными. Здравствуйте. Не в той степени, как в Черном Эрдене стояли на краю пропасти и сделали решительный шаг вперед. Решительные. Вот. А в той части, что нам не требовало так худко бегать, 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 бегать. Вот. Потому что куды бегать, от кого бегать, от России бегать или от НАТО бегать. То есть тут поэтому и вот этот вот круг и вот это топтание на месте с отсутствием больших эффектов, оно отчасти вызвано менталитетом, окружением и отсутствием большой стратегической цели. Потому что даже Ярослав не может ответить на просьбу президента и сформулировать национальную идею. Упустил и спрятался. Вот. Кому выгодна имитация, да, кому выгодна имитация. То есть Кому выгодна имитация. Представьте себе, что я крашу стену. Вот. Маляр профессиональный покрасит ее валиком за пять минут. Но я не умею. Но я должен покрасить стену. Я беру кисточку и делаю это неделю большими кривыми мазками. Вот. Потому что А. У меня здесь нет маляра. Б. Никто не видит и не покритикует. Так. результат примерно я ожидаю будет такой же. Да. Но потом прибежит. Потом. Это же потом будет. Через месяц, через год. Приедет дядя, который эксперт строительства и скажет фи, что ты тут накрасил, что ты тут навалял. Но это будет страна, которая не подвергается постоянно внешней экспертизе, внешней оценке, которой не стучат по голове. Вот. Она и похожа на меня с кисточкой возле этой стены. А внутренняя экспертиза нет? Внутренняя экспертиза. А что, у нас тюрем мало? Коротко и ясно. Сейчас присплю тебя. Поэтому не всегда внутренняя национальная экспертиза. Во-первых, фразеологизм, который у всех вот там под фуражкой, в своем отечестве пророков нет. Поэтому мы своих экспертов, своих умников и умниц меньше слушаем, чем внешних. Поэтому наши умники и умницы едут и обучают Узбекистан, Кыргызстан и так далее. А здесь мы вот да. Вот. Ну и давайте вот я сейчас кто влияет и настраивает GPS белорусской власти что поменялось за 25 лет. Новые настройки национального GPS Беларуси на 20-25 год. Ярослав знает, что я каждый вечер карты на костре, на огне гадаю. Да, да, да. У меня прямая связь. чакра вот. Так вот, тогда попробую выступить таким вот шаманом и скажу, что в следующем году обязательно должно произойти в Беларуси чудо. с белорусской чудо. Вот. Потому что не может быть вечно плохо, это раз. А второе, что, ну вот, я так чувствую, оно должно произойти. Даю установку, даю установку, чудо обязательно должно произойти. Хорошее чудо. Так что позволит нам сделать качественный шаг в нашем развитии, что позволит нам улучшить демографию. У тебя, наверное, третий появился. Вот. Мы про это сказали два года назад. Вот. Что позволит улучшить демографию, что позволит улучшить систему образования, что позволит улучшить систему... Ты в парламент идешь, что ли, отойдешь, да? Нет. Вот. Нет. Реально, да, то есть мы не изолированная страна и процессы, которые происходят вокруг нас, они напрямую или опосредованно влияют на то, что делают наши самые большие власти, наши средние власти и наши мелкие власти. Вот. Наши власти не могут закрыть глаза на то, что происходит в Европейском Союзе, то, что происходит в Польше, то, что происходит в Украине. Наши власти видят тот ужас, который сейчас происходит в России и понимают, что если мы пойдем по такому пути, то это все отвратительно и их сметут. Поэтому, а раз нельзя остаться и закрыть глаза и чики-чики я в домике, вот, раз нельзя повторить тот вариант, потому что с таким соседом, который не дает отразниться, с такой соседкой, да, здесь, вот, далеко далеко не поедешь, вот, поэтому наши читают и смотрят, ездят в Сингапур, поэтому наши власти более открыты к диалогу и завершая свою короткую презентацию про диалог, закончился он или не закончился, или перешел на другой, он перешел на другой качественный уровень. Сейчас диалог специалистов, диалог экспертов. Да, развалили совет, но полноценно никогда и не работал. Да, Ярослав? Вообще никогда, ни разу. Вот, то есть это делал вид, что он работает, Ярослав тужился, писал, но это все я тебе тоже как-то там писал в одиннадцатом году, да, то есть когда пишешь последовательность шагов, когда ты учишь ребеночка подниматься по лестнице, ты же не учишь его сначала ставить ножку на первую ступеньку, а потом сразу на пятую. Нужно пройти первую, вторую, третью, и только потом ребеночка доводишь до пятой ступеньки. Так и любая программа, любое действо, любое взаимоотношение, любой диалог, диалог, не монолог властей, а диалог властей, он пошаговый, и нельзя переставить эти ступеньки местами, нельзя перепрыгнуть. Так и общество, оно не может качественно переродиться, то есть мы не можем взять все свои вещи, море разверзнется, и мы уйдем. Оно четыре поколения тоже, понимаете, о чем я говорю? Понимаю. То есть невозможно в одночасье быть этиистом, а потом поверить Богу и пойти в церковь. Сколько в колене нужно для этого? Понимаешь, тут вопрос, нас сильно будут бить? Пендаль будет конкретный? Да, есть ли внутренний раздражитель? Есть ли жена, есть ли жена, которая все время тебя пилит, выбрось елку, да выбрось елку? Да, вот это внутреннее общество, да, наше, это наше стремление, да, внешнее, внешнее воздействие? И вот то, что нашу старую, вот эту вот монументальный памятник с кепкой, да, что его подтачивают со всех сторон и ветер, да, и дождь, да, и грунтовые воды, да, то этот памятник начинает шататься, а раз он шатается, а у нас мы его не не подпираем, не ремонтируем, не этот, да, то он рано и поздно рухнет. И что-то должно появиться на этом фоне. И здесь позитив, да, да, старые громоздкие, неповоротливые советские предприятия, не проданные, не приватизированные, куда не пустили инвестора, сейчас умирают. Да, народные деньги, деньги налогоплательщиков, да, деньги внешних кредитов под, это наше, это его 4 тысячи долларов, вот, вложенные в эти неэффективные. Но я верю, что эта дурнота закончилась, и нужно просто, ну, закрыть и нечего. И на их фоне появляются новые предприятия, мы были в Адане, это абсолютно уникальное предприятие. 25 лет назад было сделано, Андрей, появляется. Нет, оно здесь, оно не очень жалово. Я хочу создавать команду последователей, когда в следующем 50 лет будут работать. Вот, ну вот, что есть. Андрей, давайте благодарим Андрея за провокационное выступление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.